всем привет ребят вот хотел вам продемонстрировать свое новое приобретение конечно не самый лучший сезон для модернизации электросамоката но все же смотрите приобрел в общем вот я вот такой вот комплект это контроллер соответственно и бортовой компьютер она же ручка газа и он же зарядник потому что у нас там есть usb разъемчик для электросамоката электробайка в общем куда хотите туда и можете его ставить приобретался он на алиэкспрессе фирма вроде как бы green time очень большое количество заказов были фотографии внутрянки что мне было особенно важно и можно узнать что стоит там внутри но у меня вот данный экземпляр как вы можете видеть на 36 вольт 350 ватт контроллер него gt100 максимальное напряжение 18 ампер ток ток 18 ампер вот защита вроде как стоит ну и в принципе все так особенная черта у него то что у него подписаны все провода вообще все провода все подписаны можно ввести их перевести вот видите тут даже бирочки на них стоят на каждом принципе понятно что за что отвечает картинку я щас приложу ну в общем вот такой вот контроллер смотрите крепится он здесь три болта идут здесь именно мосфеты крепятся и вот здесь он закручивается ну контроллер мы с вами сейчас посмотрим я уже здесь принципе все раскрутил просто внутрь заглядывал было очень интересно не смог дождаться контроля представляете вот такой вот контроллер курок конструкция у него тут даже почти открыто видите как он ходит то есть здесь стоит у нас датчик холла вот у нас магнит и вот так вот он ходит также у нас есть здесь разъем под юсби но он выдает всего 500 миллиампер то есть очень мало но если прям вообще вообще прям горит то можно от него подзарядиться вот такая вот штука он такой же как на kuga m4 они принципе все однотипные что gt100 что atf100 примерно все то же самое то есть моды и кнопка включения секретное меню там можно выбрать разные настройки настроить там количество магнитов в чем будет отображаться километры мили ну вот честно я до конца не помню есть инструкции в интернете можете их посмотреть там в принципе все несложно можно настроить его как угодно вот такая вот в общем штучка самый плюс всей этой компоновки в том что ее можно подключить куда угодно потому что вот у вас все готово вам только нужно мотор колесо установлено и вообще куда хотите установлено и все это прекрасно подключается здесь вот такой вот коннектор и там он естественно тоже подписан сидишь то куда подключать так картинку я вам уже показывал может быть что-то не так в картинке если там быть что-то не так то на такие поправьте уж извините вот как есть может быть даже плохо подготовился давайте взглянем что у нас здесь вытаскиваете крайне аккуратно потому почему потому что здесь вот место примут сэкономлено будь здорово здесь все у нас залито я герметиком клеем герметиками так понимаю вот так она достается эта штука и сейчас покажу почему надо быть предельно аккуратным а предельно аккуратным ну вот здесь у нас как вы видите просто коробочка алюминиевая да кстати тут любимая кпт-8 вот она собственно здесь нанесена но что-то как-то не не очень густо ее здесь либо он долго лежал не очень много так по поводу конструктива но как вы можете видеть конденсатор у нас приклеен не знаю почему то все на нем заостряют внимание то что он типа может болтаться куда-то достать что-то там как-то может потереться но он здесь не такой большой не скажу он к сожалению номинал потому что номинал не виден хотя нет нет я вас обманываю вот он номинальчик 63 вольта 63 вольта номинал конденсатора вот они у нас стоят мосфеты кстати очень так они прям сэкономили хорошо они взяли каптоновый скотч просто и сделали его как типа диэлектрик вот такой вот у них интересное решение ну вот он собственно наш процессор здесь стоит какой к сожалению сейчас попробую посмотреть вам сказать смотрите в общем здесь главный вот этот вот чип стоит xcm nl5кт ну как я прочитал вроде бы так очень плохо если честно видно еле удалось на нем прочитать ну шунт стоит понятное дело вот по поводу мосфетов я уже тут термопасте весь по перемазался по поводу мосфетов которых стоят но как вы видите раз два три четыре пять шесть штучек их стоит в ряд мосфеты у нас стоят ру 68 88 собственно они на 68 вольт и 88 ампер вот такие вот у них характеристики это n-канальные мосфеты так что каждый где-то рублей не знаю по 60 70 наверное стоит в общем вот такая вот вещь по поводу пайки все обычно спрашивают что там с пайкой что там с пайкой вот показываю с пайкой что у нас сейчас я вам приближу чтобы можно было хорошо все это рассмотреть ну насколько это возможно ребят сделал вот такое качество здесь пайки я еще здесь ничего не трогал но не знаю трогать не трогать но наверное в некоторых местах да я трону потому что мне как бы не очень нравится также как вы видите здесь есть какие-то пинауты типа вот таких вот вещей и я думаю что если вы посмотрите где там скрытые меню всякие секретные фишечки то к этим пинаутом можно что-то подключить и будет какой-то эффект ну в общем их тут довольно таки много можете видеть вот они все идут вот так вот ну в общем как вы можете видеть все примерно вот так вот просто этого как бы ну показывают контроллеры но никто их не разбирает и не показывает что у них внутри я вот решил вам показать по поводу доставать аккуратнее вот вот эта вот часть прям очень сильно трется об железке даже здесь каптончик немного положил потому что прям ну очень сильно натерлось его не мог ставить боялся повредить маленький трансформатор поэтому сделал вот так я собственно говоря сейчас это все дело соберу вот даже термопаст не буду маски пока потому что я жду гд 900 у с китая и намажу ее наверно туда не буду маску до кпт ху хотя принципе ее хватило на вот и мы сейчас подключимся к самокату и посмотрим как же она управляет им так и так я все сделал поставил свой самокат вот такой вот у меня мотор колесо я вообще понятия не имею насколько она ватт ну просто так по сути 350 а так буду пробовать вообще аккумулятор убитый я его тоже буду переделывать вот так это все подключил в принципе что я подключил датчики холла кстати если у кого-то колесо будет дергаться рывками не так куда-то ехать не в ту сторону не в ту сторону это обучение если она будет в общем себя как-то не так вести как у меня то есть специальная таблица по датчикам холла вот не хочу трогать там провода потому что они на соплях у меня подключены если честно датчиков холла их там 36 вариантов как можно их вообще подключить и их просто нужно будет попробовать все если у вас колесо крутится не в ту сторону все прекрасно знаем что у нас есть здесь вот такая вот штука под названием обучением и она работает когда у нас все включено то есть мы включаем вот у нас вот так вот загорается вот и к примеру сейчас я вам покажу я запускаю обучение видите колесо вращается не в ту сторону в которую мне надо я его разъединил и вставляю еще раз об не она пошло в другую сторону крутится все обучение у нас проведено теперь у нас контроллер знает какую сторону крутится в собственно и все обучение то как бы ничего сложного нет только это здесь нужно делать на включенном естественно контроллере ну вот они наши показатели что он нам показывает скорость текущую одометр то есть пройденное расстояние заряд аккумулятора показывает в принципе все довольно таки удобно ну к примеру вот как происходит старт вот это было к примеру 1 скорость до 1 передача то есть ограничение у меня здесь стояла но можете не смотреть на показатели потому что я понятия не имею сколько у меня тут магнитов и ну какое количество нужно ставить передатчики это буду все делать летом не хочу разбирать колесо потому что довольно таки хорошо собранная посмотрел там прям вообще все запечатано будь здоров вот поэтому я просто сравню по gps у сколько я проехал какая у меня скорость и выставлю здесь количество магнитов то есть они показывают сколько реально ты проехал и сколько у тебя реальная скорость так а мы переключимся на вторую передачу вот мы переключились опять ведь его нужно бодрее начинает стартовать вот если я плавнее начну вести вот меньше и вот такие у нас показатели вот вот эта вторая передача ну и также есть третья самая быстрая передача давайте попробуем на ней ну вот вот собственно и все что он хотел показать то что меню по моему вот так она делается ну вот оно пошло собственно говоря меню вот и здесь уже можно менять как бы эти параметры расшифровка есть в интернете что эти параметры обозначают ну и собственно вот такой контроллер место ему быть называется он gt-100 он работает так что можете брать товарищи вот такие дела я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр всем пока